Облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Бери пример соседа. Для всех и каждого компания Титан. В эфире проект Место происшествия, мы продолжаем выпуск. Целый фильм про автохама снял житель Кирова на улице Воровского. А все начиналось с банального перестроения из левого ряда в правый. Водитель Тойоты РАВ-4 посчитал, что его жестоко подрезали и, видимо, тем самым испортили настроение на весь день. Подробности конфликта в рубрике «Видеорегистратор». Это улица Воровского. Водитель Рено перестроился в правый ряд и услышал сигнал водителя Тойоты РАВ-4. Далее началось преследование. Водитель Тойоты попытался заблокировать движение водителю Рено и всячески провоцировал его на дороге. А потом открыл окно и перешел к угрозам. Водитель Рено заметил сотрудников ДПС, чтобы обезопасить себя и ребенка. Припарковался на парковке рядом с ними. Вскоре появился и агрессор, который включил камеру на телефоне. Провокации водителя Тойоты на этом не закончились. Он начал снимать чужого ребенка и в этот момент автор видео не выдержал. После потасовки водитель Рено заметил вмятину на машине и разборки продолжились в отделе полиции. На кольце перед въездом на советский тракт автор видео не понял маневра водителя Нивы. Если бы это была машина с более низкой посадкой, скорее всего она бы не смогла продолжить свой путь. Сианива с трудом, но вернулась на дорогу и начала наматывать второй круг. На перекрестке улицы Воровского и Мелькомбинатовского проезда неправильно повернул налево водитель Лады Веста. Еще одного мастера маневров камера записала на улице Производственной. Водитель Гранты пытался повернуть налево и с правого ряда. Водителю фургона на улице Луганской даже знаки подсказывали, нельзя ехать с правого ряда налево. Однако газелист не стал стоять в очереди в левом ряду и поступил по-своему. На улице Попова очевидцы зафиксировали начало преследования мотоцикла. Чем закончилась эта погоня неизвестно. Крик души нашего телезрителя можно было услышать, если бы он включил функцию записи звука на видео. А все потому, что он недоволен состоянием дороги в Кирово-Чапецком районе. От поворота на село Вяз до села Трехречи быстрее дойти пешком, чем на машине. Асфальт разрушен, кругом ямы и ощущение тлена. Сергей Пичугин, место происшествия. КОНЕЦ